МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После долгих праздников рабочая неделя началась традиционное аппаратное совещание, которое провел председатель правительства Александр Смекалин. Губернатор Сергей Морозов находится в рабочей командировке в Москве, где занимается подготовкой фестиваля «Японская весна на Волге». Он пройдет в Ульяновске уже на этой неделе. Уже видно, как город, так скажем, облачается в это, так скажем, праздничное гостеприимное одеяние. Но мы должны понимать, что у нас еще два дня, и за эти два дня мы должны сделать максимально. Подвели итоги празднования Дня Победы. В этот день не было зарегистрировано нарушение правопорядка и преступлений. В празднике приняли участие более 138 тысяч человек, 79 тысяч из них в Ульяновске. В шествии бессмертного полка в областном центре прошло около 50 тысяч человек. В районах до 33 тысяч человек. Личный состав полиции в период с 9 по 12 мая был переведен на усиленный вариант несения службы. В усиленном режиме дежурили пожарно-спасательные гарнизоны и дружинники. У пожарных выдались непростые выходные. За время праздников было зафиксировано 19 возгораний в зонах, прилегающих к лесному фонду, и 4 лесных пожара. Все возгорания удалось в кратчайшие сроки потушить. Класс высокой пожарной опасности у нас сохраняется в ближайшие 5 дней. Патрулируем очень четко и онлайн мониторим спутниковую карту. Соответственно, сложными остаются ситуации по югу Ульяновской области. Глава правительства назвал профилактику пожаров задачей номер один в ближайшее время. В число противопожарных мероприятий входит опашка населенных пунктов и запрет сжигания сухой травы. Это опасно еще и потому, что в полях области продолжается посевная. Благодаря благоприятным погодным условиям мы начали на две недели раньше, чем в предыдущие годы. По темпам, скажем так, у нас достаточно невысокие, опережая в целом Российской Федерации. Хочу отметить, что буквально на аналогичную дату в прошлом году всего было посеяно у нас 80 тысяч гектар, а на сегодняшний день, в 2019 году мы уже отсеялись с вами на площади 502 882 гектара. Лидирующие позиции занимают Старомаинский, Сурский, Барышский, Кузоватовский, Цельнинский и ряд других районов. Там посевная уже почти завершилась. Но есть и отстающие муниципалитеты. Это Инзинский, Павловский, Радищевский, Старокулаткинский и Теренгульский районы. Ожидается, что сев зерновых и кормовых культур завершится к 20 мая. Горячая пора и обыскников школ. Они готовятся к государственной аттестации. На сегодняшний день готовность региона стопроцентная. Основной период сдачи государственного выпускного экзамена для 11-классников, это ЕГЭ, стартует 27 мая, чуть раньше для выпускников 9 класса с 24 мая. Основным экзаменом по выбору, как и в прошлые годы, для 11-классников остается общество знания. На второе место вышла физика. У 9-классников же существенно выросло количество тех, кто собирается сдавать информатику. Это свидетельствует, по мнению министра, о том, что все больше выпускников выбирают технические специальности. В исключении аппаратного совещания обсудили вопросы ремонта автомобильных дорог. На сегодняшний день по региональной сети выполнен объем 80 тысяч квадратных метров. План на май месяц стоит 30 тысяч квадратных метров. Это исходя из того состояния дорожного покрытия, которое мы имеем в результате весеннего мониторинга. Завершается проведение аукционов по капитальному ремонту дорог. В основном они будут проведены до 20 мая. Это позволит раньше начать восстановление дорог и успеть как можно больше за летний период. Егор Тестов, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин